Мальчику, страдающему редким заболеванием, необходима помощь. Вот уже три года что-либо делать самостоятельно, ребенок не в состоянии. В чем нуждается Денис Попов, выясняла Амина Смакова. 12-летний Денис Попов уже на протяжении нескольких лет прикован к инвалидному креслу. Три года назад врачи поставили ему диагноз прогрессирующая мышечная дистрофия дюшена. То есть у Дениса поэтапно идет процесс разрушения мышц. Вот он родился здоровым ребенком. Бегал, в детский сад в обычный ходил. А уже к школе, когда в 6-летнем возрасте, мы стали замечать слабость. Вот он идет и падает. Потом после этого мы стали обращаться к врачам. Долго не могли установить диагноз. В 2007 году ему было 7 лет. Вот нам поставили диагноз прогрессирующая мышечная дистрофия дюшена. С тех пор, как Денису поставили диагноз, в семье многое изменилось. Его мама Елена оставила работу. Все свое время она посвятила сыну. По словам женщины, они живут сегодняшним днем. Думать о будущем семья себе запретила. Как говорит Елена, бывают такие моменты, когда у нее опускаются руки. Но она вспоминает, что ее сыну без ее помощи будет намного сложнее. Денис учится на домашнем обучении. Все свое свободное от процедур. Лекарства укола время проводит за рисованием и компьютером. Елена рассказывает, что он часто вспоминает то время, когда Денис бегал, прыгал, играл в футбол. Он все время вспоминает, говорит, мам, помнишь, как мы в парк ходили, гуляли, как на велосипеде катался, как с горки катался, на качелях. Рисую аппликации, с пластилином играю. Основное его общение со сверстниками происходит в интернете. Компьютер Денису выдали в школе. Как только учение на дому окончится, его у мальчика заберут. Сам Денис мечтает о ноутбуке. Хочу ноутбук. Почему? Что-то люблю общаться с друзьями и играть в игры онлайн. Денис проходит лечение исключительно для того, чтобы поддержать общее состояние здоровья на определенное время. По мнению специалистов, мышечная дистрофия Дюшена не подлежит лечению. Это заболевание имеет такое злокачественно прогрессирующее течение. Когда постепенно прогрессирует мышечная дистрофия, подключаются очень многие группы мышц и возникают контрактуры в различных суставах. Конечности рук и ног. И, естественно, в конечном итоге нарушается походка, идет поражение позвоночника. Дети, отдельные дети могут страдать и умственной отсталостью. Но, к сожалению, это заболевание имеет именно дистрофия Дюшена, имеет такое злокачественное течение. Немалые средства уходят на лекарства, массажи, лечебные процедуры. Сейчас Денису необходим специальный подъемник для купаний, чтобы было удобно принимать ванну. Ведь водные и солевые процедуры благоприятно влияют на его здоровье и спасают от боли в мышцах по всему телу. Амина Смакова, Ужас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.